Новости из Венгрии Заключительную службу проведет в следующее воскресенье Папа Римский Франциск. Четвертая волна будет эпидемией непривитых, заявил главный семейный врач в эфире М1. По словам Сабаль Чебекаши, эпидемия набирает обороты, что подтверждает анализ сточных вод и число новых заражений. Он добавил, что большинство заболевших не вакцинированы. Специалист советует всем как можно скорее сделать прививку. Ежегодно на национальном заводе в Дебрецене будет производиться 20 миллионов доз вакцины. Производство начнется в конце следующего года. Завод стоимостью 55 миллиардов форентов будет производить вакцину от коронавируса при помощи различных технологий. Но здесь также планируется выпускать и другие препараты для вакцинации. Министр инноваций и технологий на церемонии закладки фундамента заявил, что с точки зрения здравоохранения и национальной безопасности важно не зависеть от иностранных производителей вакцин. Более 10 тысяч первокурсников принесли присягу на торжественной линейке в Дебреценском университете. Министр инноваций и технологий заявил, что мы хотим такую Венгрию, в которой университеты играют центральную роль, а знания не только передаются, но и создаются и используются. Ласло Полкович подчеркнул, что в следующие годы университеты получат беспрецедентную финансовую поддержку. Перед Евросоюзом стоит ряд вызовов, в том числе долговой кризис, проблемы конкурентоспособности и тот факт, что ЕС не может добиться своих целей на мировой сцене, заявил госсекретарь офиса премьер-министра в эфире радио Кошут. Балаш Орбан отметил, что есть разногласия и в миграционном вопросе. В связи с кризисом в Афганистане на повестке дня снова возник вопрос квот, но ситуация изменилась. Теперь многие считают, что массовая миграция – это не решение, а проблема, которую нужно решить. И это все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Всего доброго и спокойной ночи.